Привет, вселенная! Это Сергей Ульянов. Сегодня суббота, 14 января 2023 года, 7.17 пм по калифорнийскому времени. Как вам? Две недели пролетели, нового года как будто вообще просто... Меня, честно говоря, это очень сильно беспокоит, потому что... Вы, кстати, не обращайте внимания на мой вид. Сейчас в Калифорнии дожди, и они будут еще где-то числа до 19, наверное, до конца, возможно, следующей недели. Это вообще такая нетипичная ситуация в Л.А. И прям льет как из ведра тут всякие там, в общем, разных районов города где-то там затапливает эти... Бейсмент, как они называются, подвалы и, в общем, всякие там какие-то наводнения какие-то... В общем, страшные истории происходят. Пока что у меня здесь просто дождь. Вот. Мне сегодня пришлось под... на велосипеде скататься до... под дождем на... к стоматологу. Но мы сегодня не об этом. В общем, хотел с вами поделиться такой историей. Буквально она произошла позавчера. Я уже как начал рассказывать, у меня тут год такой начался прям... Уф! Очень много и дел по дому. Если кто-то не помнит, я... мне дали возможность пожить вот в этой вот комнате американцы взамен на работу по дому. Это всякая уборка, там, посуда. Это большой двухэтажный дом, поэтому здесь работы хватает. Вот. Всякие там... Поездки в магазин, на почту и так далее. Прошу прощения. Помимо этого у меня хватает своих собственных дел. Это... Я сейчас готовил эфидевит с... Letters, это письма-свидетели для моего кейса по убежищу. И плюс, помимо этого, у меня четыре раза в неделю английский. И, в общем, я полностью... Тут еще домашние задания. Плюс, в общем, хватает разного... Всего-всего-всего. И я выпал просто в какую-то... Вот в эту вот историю, когда ты просто как белка в колесе крутишься, и не видно ни конца, ни края. Я думаю, что только год наступил, а ты уже никакой. И позавчера ко мне подходит Гарри. Это владелец этого дома. Мой такой, скажем, крестный отец или американский отец. Я бы так его назвал. Мой американский папа Гарри. Подходит и говорит, что, мол, сегодня ночью он... Я рассказывал об этом раньше. Он целитель. Гарри проводит разные сессии по медитации, разные там journey, типа сессии, типа айваски, если вы знаете, что это такое. И сказал, что сегодня вечером у нас, типа, будет мужская, типа, ночь. Типа, man party. И я думаю, что это такое. В общем, и насколько я понял, это должна была быть такая групповая медитация. И день у меня выдался просто, просто очень-очень-очень тяжелый. Я, чтобы вы понимали, когда у меня был английский, я просто заснул. Ну, то есть я вот сижу вот за этим ноутбуком и просто, я понимаю, что вырубаюсь. Настолько я устал. И вот 8 часов наступает, и я понимаю, что вот начинают собираться гости. Нужно каждого встретить там что-то там, да, предложить там какую-то воду, чай и так далее. И я понимаю, что я просто не хочу выходить из этой комнаты. Я, с одной стороны, в предвкушении, типа, будет какой-то ивент, на который меня пригласили. У меня были очень-очень такой серьезный период притирок у меня с Гарри, потому что у нас разная культура, разная культура восприятия. Я не всегда понимаю мои, собственно, права, наши правила в доме. Даже если я что-то спрашиваю, не всегда я получаю тот ответ, который я сам могу интерпретировать для себя правильно. И я вообще раньше боялся, в принципе, выходить из своей комнаты, когда кто-то приходили гости. И сейчас меня начали приглашать. Я очень рад, потому что это практика английского, ты можешь пообщаться с людьми, послушать людей. И я понимаю, что вот, собственно, вот твой шанс, Серега, пообщаться с людьми. Тебя начали приглашать. Выйди. И я думаю, попробую я присоединиться. Что такое Man's Night? Что это? Man's Night. И я вышел. Что это из себя представляло? Это было 15 мужчин. Кто-то из них был гей. Это было видно, так как у меня радар работает. Кто-то не был геем. Это были straight guys. Да, и я просто присел на стул, и как это выглядело? У нас такая была такая палочка такая с пером, да, и мы каждый друг другу. Значит, нам нужно было что-то сказать, как зовут нашего соседа справа, представиться. И так передавать по кругу эту палочку, да, пока ты, ну, пока вот, собственно, мы друг друга не представим. Нужно было сказать, какая у вас цель здесь, что вы чувствуете прямо сейчас. И когда до меня дошла очередь, я, на самом деле, очень сильно волновался, потому что, ну, я до сих пор испытываю определенного рода зажатия в коммуникации, на английском языке. И особенно тут еще в присутствии Гарри, у него свое представление обо мне, о языке. Это, знаете, это как при папе ты начинаешь, приходишь в какую-то новую компанию, и такой пытаешься быть отдельным человеком, да, потому что у него уже сложилось свое какое-то впечатление о тебе. И тут я прям как-то так вот, я прям выпалил целую тираду, я сам от себя не ожидал. И получилось себя представить, как это мне показалось очень успешно. Я был очень рад, что в следующий день Гарри даже сказал о том, что я, мол, он никогда не видел меня таким коммуникабельным, таким инициативным. Типа это лучшая была коммуникация, которая у нас была, произошла на его глазах у меня. И дальше мы начали медитацию, да, там, практика дыхания, потом нужно было, да, закрыть глаза, представить ту самую дверь, за которой находится твое будущее, войти в эту дверь, ну, представить себе это будущее, открыть эту дверь, войти в эту дверь и, собственно, стать частью своего будущего, да. Это такая практика, направленная на то, чтобы еще раз вспомнить о своем намерении, о своем самом главном намерении. И я думаю, те, кто занимается медитациями, знают, что это такое. И когда, в общем, это произошло, ну, длилось там все около на протяжении минут 25-30, потом нужно было каждому рассказать о своих впечатлениях, о чувствах, что произошло. И в этот раз я уже говорил поменьше, но, тем не менее, у меня получилось взять над собой верх, потому что я был, правда, очень уставший, очень боялся. Потом мы пошли в комнату, где начали такие вот американские темы, там, в тывку, то есть на кухне ты стоишь там и кушаешь всякие снеки и общаешься. И вот у меня получилось чуть-чуть тоже пообщаться, не так много, как мне хотелось бы, но я очень стеснялся к кому-то подходить, к чему-то говорить, разговаривать. Мне все время казалось, что я могу, а что мне спросить, а что мне, в общем, а что мне рассказать. И дальше мы поднялись на второй этаж в комнату Hill and Room, это так называемая комната Гарри, там, где он принимает клиентов, которыми он проводит терапевтические сессии. И у него такая есть, там, машина, такая, в общем, это Тесла-машина, там, в куче всяких огоньков, напоминает немножко такое, марвеловские фильмы. Вот, ну, типа, ты сидишь вокруг нее, и она заряжает тебя, там, какой-то там энергией. Я уж не знаю, насчет, там, чем она тебя заряжает, на самом деле, или нет, нужно это все читать, изучать, и есть ли там действительно какие-то, ну, потому что есть же действительно какие-то определенного рода, там, полезные, там, да, как вот, как лампы, например, инфракрасные, да, они же помогают. Там, возможно, тоже какой-то есть лечебный, лечебный свет, и нужно больше об этом узнать. Но для меня это была больше такая часть, еще раз немножко посидеть в кругу, вот мы там сели тоже вокруг этого, в несколько, в несколько рядов вокруг этого, вокруг этой Тесла-машины, и просто сидели и разговаривали, вот. Кто-то медитировал, я там тоже то переключался на общение, то на медитацию, то просто слушал, и все это, на самом деле, закончилось около часа ночи, точнее, около двенадцати. Потом мы начали за всеми мыть посуду, собирать, убирать, там, да, мыть, мыть столы, полы, вот, это все вместе. Это была какая-то такая теплая, приятная вещь, приятный такой семейный, как будто бы вечер, как старые добрые времена, типа, вот папа, вот тут мама, вот я, и вот мы вместе там провожаем гостей, убираем по дому. Было что-то в этом очень не особенное, необычное, и когда это все закончилось, мне всю ночь еще, я, мне прям снились мои цели, вот то, что я о чем, ну, видимо, какая-то была очень сильная. Я вообще человек не могу сказать, назвать себя очень сильно впечатлительным, потому что я так много всего видел, что меня сейчас удивить, правда, чем-то очень сложно. Ну, видимо, как-то, когда учитывая то, что я столько раз за этот вечер сам себя, сам себя преодолел, вот эту свою усталость, свою закрепощенность, да, вот это... Всю ночь мне прям снились сны на английском языке, я помню про связанные с моими целями, и я прям вворочался, я прям очень хорошо помню, как я, я как, прям, 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 как, не знаю кто, вот прям переворачивался, переворачивался постоянно на разные стороны, переворачивался, переворачивался. И с утра я проснулся с такой мыслью, думаю, как же классно, вот я, я был настолько уставший в 8 часов вечера, что думал, что буду просто сейчас лягу, вот просто лягу спать и проснусь в 8 часов утра следующего дня. То есть настолько я был какой-то бессил, и на следующий день я проснулся и понял, что я наполнился очень сильно, я выспался, наполнился, и сейчас я готов браться и идти в путь. Наверное, вывод из этой истории только один, да, часто нам, нам жизнь предоставляет всякие варианты, но мы сами порой часто отказываемся от каких-то приятных эмоций, неожиданных, неожиданных каких-то радостей, да, потому что уже не в силах, потому что голова болит, потому что устали, вот. Я себе поставил в этом году цель учить английский и стать native speaker к концу года, поэтому я себя перебарываю через не могу, после урока английского иду снова общаться с американцами, не общаться так, слушать, не слушать, не общаться так, хотя бы 3 слова сказать. Я очень много сильно понимаю сейчас, ну вот процентов, мне кажется, 60-65 из общей, из всего того, что я слышу, я понимаю достаточно много, вот. Не так много, как бы я хотел, но порой я даже сам удивляюсь, я говорил об этом, о том, что сейчас, когда порно смотришь, там же есть диалоги в начале, там, где-то между, между сценами, там, да, в конце. Я сейчас понимаю, что я очень, во-первых, я слушаю эти диалоги, мне интересно, а что там, в чем завязка-то сюжета-то будет, потому что обычно ты проматываешь это все, а сейчас слушаешь, в общем, слушаешь много и начинаешь, и самое интересное, что понимаешь. А еще это очень странное чувство, когда ты понимаешь, и понимаешь не только в перевод, но и контекст в обстоятельствах, в обстановке. В общем, не буду я переходить с темы на тему, хотел сказать о том, что, пожалуйста, иногда нужно открывайтесь в миру, там, да, иногда хорошие вещи. Я помню, когда такая похожая ситуация была, когда я с работы шел, это был, по-моему, 2014 год, такой я был уставший, думаю, а пойду-ка я зайду в свою, в свою любимую кофейню, вот, а там была какая-то вечеринка какой-то там, какие, какой-то, и я помню, я только в 2 часа ночи приехал домой, что-то такое, это был, я был такой наполненный, и пришел такой уставший туда, а ушел такой наполненный, иногда порой нужно себя отпускать куда-то, куда-то, чтобы почувствовать себя наполненным. На этом все, Вселенная. Такой вот у меня произошел ретрит, такие инсайты, всем поделился. До новых встреч. Кстати, а у вас есть какая-то история, о которой нужно рассказать? Которая, вот, вы были очень уставшие, но вас это зарядило? И что-то изменилось? Да, кстати, нужно всегда говорить про лайки, подписки, комменты, все это внизу, в моей соцсети там же.